35-ю годовщину со дня образования отметила Государственная инспекция по маломерным судам. В ее задачи входит предотвращение гибели людей на водных объектах, контроль за водным транспортом, его регистрация, аттестация судоводителей. Сейчас у инспекторов самый жаркий сезон и даже юбилей родного ГИМСа они встретили на рабочих местах. О тех, кто обеспечивает безопасность людей на водных объектах нашего региона, расскажем в материале выпуска. Рабочий день в центре ГИМС начинается с планерки. Начальник находится в отпуске, поэтому совещание проводит его заместитель Владимир Чумак. На повестке дня промежуточные итоги недели и предстоящий фронт работ. Лето – самая горячая пора для инспекторов. Основная функция обеспечения безопасности людей на водных объектах, надзор за маломерными судами, используемые в некоммерческих целях, а также надзор за базами и стоянками для маломерных судов. Проходит патрулирование водных объектов на территории Ниньского автономного округа. Также проходят занятия по школам, лекции, беседы в коллективах среди людей, рыбаков, судоводителей. Специфика работы государственной инспекции по маломерным судам так или иначе связана с административными штрафами, а это не радует нарушителей. Впрочем, инспекторы признаются – судоводители стали более дисциплинированными и реже совершают серьёзные правонарушения. Сейчас уже, скажем так, нет такой, как раньше, скажем в кавычках, традиции, что если поехал на рыбалку, охоту, это обязательно связано с алкоголем. То есть сейчас уже люди едут осознанно и знают, что за это могут наказать. Судоводитель может забыть документы в другой куртке, либо что-то из комплектации, свисток или кошмар, то есть что-то незначительное. Сейчас уже редко, когда встретишь судоводителя, который едет без спасательного жилета. Требование сотрудника ГИМС надеть спас желез спасло жизнь не одному судоводителю, а знание теории, например, как выбраться из воды в лодку, пригодилось на практике. Инспекторы признаются – сейчас им удалось наладить диалог с судоводителями. Сложнее пришлось тем, кто начинал работать в годы, когда ГИМС на территории региона только появилась. Не все владельцы лодок были рады появлению контрольно-надзорного подразделения МЧС. Я свою трудоводительность начал в 2006 году, как раз в то время, когда только образовался ГИМС. Он начал у нас в 2005 году. Его организовали основоположниками, скажем так, были Мясников Алексей Александрович, Торопов Станислав Захарович и Кирпичников Михаил Юрьевич. Скажем так, они заложили фундамент того ГИМСа, который на сегодняшний день у нас есть. Начинал я с инспектора патрульной группы, судоводителей, люди на воде не понимали и, скажем так, не очень хорошо относились к нам. Приходилось и у сотрудников УВД вызывать, чтобы успокоили судоводителей. Были и стычки, были и угрозы. Ну, сейчас, скажем так, культура судоводителей выросла, что не может не радовать. Конфликты и провокации со стороны судоводителей приходилось наблюдать и Кристине Фольмер. Она работает в инспекторском отделении с 2007 года. Признаю, что свой выбор будущей профессии она сделала осознанно, поэтому специфика работы в ГИМС ее не пугает. В Санкт-Петербурге училась, получила образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности. То есть, это как бы исподвигло, наверное, скорее всего. То есть, туда же все входит, это и вода, и все катастрофы, и все-все-все же это. Сложно работать девушке в коллективе мужском, да, и все-таки специфика такая сложная? Нет, свободно работаем. Уже за такое время не привыкли, в принципе, все. И никаких сложностей не возникает. Сегодня в центре ГИМС работает 28 сотрудников. В структуру инспекции входят две патрульные группы, группа технического надзора, регистрационно-экзаменационный отдел, инспекторское отделение и инспекторские участки в Красном, Несе, Нижней Пёше и Великовисочном. Главный итог их работы – снижение количества происшествий и гибели людей на водоемах Ненецкого округа. Ирина Некешина, Вадим Стасёк, Телеканал «Север».